Получив достаточно понимания о необходимости богословского исследования, поговорим теперь об основных его этапах. В сущности, план осуществления любого исследования должен строиться в такой последовательности. Эту последовательность вы можете видеть на экране. Постановка проблемы, опыт предшественников, выдвижение собственной гипотезы, данные и их анализ, доказательства гипотезы и выводы. Теперь выделим основные этапы, которые необходимо пройти на пути к осуществлению богословского исследования. В начале так называемый предварительный этап, который может состоять из следующих шагов. В начале выбор темы и изучение состояния вопроса, достойного для изучения и подходящего для исследования с помощью научных методов. На этом этапе нужно предварительно сформировать название темы исследования. Напомним, что выбранная тема не должна быть слишком широкой и должна максимально отражать те аспекты, которые вы выбрали для изучения. Следующее – это формулирование проблемы вопроса в рамках темы. Нужно сформулировать правильный исследовательский вопрос как можно точнее, так как в своей работе мы будем на него отвечать. Вопрос помогает понять, что является объектом нашего исследования, а что нет. Если нет вопроса или проблемы, зачем делать исследование? Дальше – формулирование объекта и предмета исследования. Сформулируем это кратко. Здесь необходимо выделить, что является объектом. Это то, что мы исследуем, например, какой-то факт или явление. А что является предметом? Предмет отражает какой-то конкретный аспект, который мы хотим изучить в рамках данного объекта исследования. Следующее – это определение направления исследования. Здесь важно исключить тупиковое направление. Если, например, проблема вообще не решаема на современном уровне развития науки. Важно также исключить так называемые глухие темы. Это те разделы проблемы, которые не могут быть решены самостоятельно, а могут решаться только после получения результатов по другим разделам. Следующим шагом предварительного этапа богословского исследования является оценка актуальности темы и выбранного направления. Тема должна быть интересна не только самому исследователю, но и отражать актуальные, наименее изученные вопросы окружающей действительности. Ответить для себя на вопрос, почему именно это направление для своего исследования вы выбрали. Важно знать, что выбор темы аргументируется так, чтобы заинтересовать и читателя. Следующее – это формулирование тезиса. Тезис – это короткий научный и точный ответ на исследовательский вопрос, суммирующий основные результаты труда. Тезис нужен, чтобы быть уверенным, что работа не является защитой общеизвестных всеми признаваемых фактов. Консенсус не нужно защищать. Причем тезис нужно писать как можно раньше и постоянно по ходу проведения исследования пересматривать его и постоянно переосмысливать. Конечно, тезис в начале будет достаточно предположительным и требующим изменений. Если речь идет о статье, то тезис следует поместить в самом конце работы в качестве обобщения всей статьи. Если речь идет о диссертации или о дипломной работе, то тезис помещается в начале, в введении. Тезис должен быть коротким, простым и понятным. Далее осуществляется постановка целей и задач научных поисков. Цель исследования направлена на решение поставленной проблемы а задачи являются конкретными шагами на пути к достижению этой цели. Таким образом, цель шире, объемнее, чем задачи. И она обычно одна, тогда как задач может быть несколько. Далее постановка гипотезы будущего исследования. Гипотеза – это предположение, выдвигаемое вами, как исследователем в качестве возможного ответа на проблему или вопрос вашего исследования. Целью вашего исследования как раз и является подтверждение или опровержение этой гипотезы. Следующим этапом богословского исследования является подготовительный этап. Как и в предварительном, в нем немало важных шагов. Это прежде всего поиск литературы по теме. О выборе источников релевантных теме мы подробно говорили в предыдущих модулях. Далее идет оценка степени исследованности проблемы. На этом этапе следует сделать обзор существующих теорий и уже имеющихся научных достижений. Наработок по исследуемой вами теме. После этого следует необходимость анализа методов исследования. Этот шаг предполагает оценку и подбор научных методов, соответствующих задачам вашего исследования для проверки гипотезы. Важным шагом является выбор научного руководителя или консультанта. Если студент раньше не занимался исследовательской работой, к примеру, он выпускник школы или абитуриент, поступающий в высшее учебное заведение, определиться с темой и направлением, ему поможет предполагаемый научный руководитель или научный консультант. Это специалисты в определенной области знаний, которые помогут абитуриенту. Следующим шагом в рамках подготовительного этапа является оценка ориентировочного времени, требуемого для выполнения работы. Очень важно правильно распределить время, необходимое для выполнения каждого этапа исследования и последующей сдачи и публикации работы в установленные сроки. Важным также является определение базы и места исследования. Здесь нужно сориентироваться, следует ли планировать проведение исследований только в организации, которая определена соискателем как базовая для выполнения работы, или же дополнительно и в других организациях, и в каких именно. Например, если вы в качестве метода выбрали социологический опрос и решили провести анкетирование, то вам нужно определиться, кто будет вашими респондентами, каковы их возраст, пол, место проживания, уровень образования и так далее. Все это могут быть важные факторы, влияющие на результаты вашего исследования. Теперь перейдем к конкретным шагам этапа реализации исследования. Первое – это работа с литературой и анализ источников. На данном этапе вы проводите изучение существующих результатов исследования других авторов, обзор исторических, литературных, стилистических и других данных. И здесь вы выбираете и выписываете все, что сказали другие исследователи, поинтересующие вас теми. Вторым шагом является вопрос применения методов. Это этап эмпирических исследований, который может включать в себя проведение экспериментов, опросов общественного мнения, наблюдения за поведением людей в определенных ситуациях или применения других научных методов в любых сочетаниях. Третий шаг реализации исследования – это сбор эмпирических данных. Собрать, зарегистрировать данные в соответствии с особенностью исследовательского проекта – крайне важный и непростой шаг. Здесь необходимо быть очень внимательными. Например, надо следить, чтобы вся информация заполнялась корректно, чтобы все респонденты правильно понимали и отвечали на все задаваемые вопросы. Еще одним шагом на пути реализации исследования является обработка полученных результатов и описание хода исследования. Следует сказать, что этот этап также немаловажен. Он предполагает тщательное и последовательное описание того, как проводилось исследование. Здесь также следует указать, с какими сложностями вы столкнулись в ходе своего исследования. Здесь же вы обнаруживаете, осмысливаете и описываете значимые связи и корреляции между фактами, выявившимися в ходе исследования. Таким образом, мы подошли к заключительному этапу исследования. Данный этап также состоит из нескольких шагов. Во-первых, это определение теоретических результатов исследования или выводы. Здесь вы, основываясь на полученной в ходе исследования результатах и анализе фактического материала, определяете, насколько исследование подтверждает или не подтверждает выдвигаемые вами прежде гипотезы. Вы также указываете, насколько вам удалось достичь поставленных целей и задач исследования. Второе. Оценка практической ценности исследования. На данном этапе вы даете рекомендации и намечаете конкретные планы, касающиеся возможности практического применения результата вашего исследования. Указываете, кому и в какой сфере могли бы быть полезны результаты проведенного вами исследования. Третье. Определение направлений будущих исследований. Это этап выявления более широкого смысла и наметка направлений будущих исследований. Здесь следует коротко указать, в каком направлении вы видите развитие и продолжение изучения выбранной вами темы. И собираетесь ли вы продолжить заниматься исследованием данного вопроса в дальнейшем. Ну и, наконец, последний четвертый шаг – это защита научной работы и публикация ее результатов. Естественно, основные результаты проведенного вами исследования вы оформляете в соответствии со всеми требованиями для квалификационных работ и в тезисном виде выносите на защиту. А затем публикуете их в определенных специальных изданиях, научных сборниках и журналах. Итак, в ходе этой лекции мы подробно рассмотрели, из каких конкретных шагов состоят предварительный, подготовительный этап исследования, собственно, его реализация и заключительный этап научного исследования. Продолжение следует... Продолжение следует...